Идет запись. Вот, расскажите, чем вы тут занимаетесь? Снимаем видео о производстве вина в монастыре Никаряна. Да. Что вы тут делаете? Тяск. Демотяск. На русском давай. А! Или на мадавском? Да на любом. Это пресс получается такой. И тут он как? Вот на этой спирали он закручивается, вы сжимаете сок из... Чтобы лучше зажималось, надо еще две дучки. Вот эти две надо ставить еще сюда. Да. Ага. Сильнее занимаетесь. Да, сильнее. Давай снимем. Я могу рассказать все это. Ух ты. Значит, венок приезжает, привозим виноград, мы его закупаем. И через дробилку... Это длинное сусло, которое здесь стоит, оно полным ходом бродит. Скажите, а сколько дней вот открытым способом мы держим вот это сусло из... Два-три дня. А как ты определяешь, когда она готова? А когда нужно его? Как... Тешку нет, поднимается наверх. Да. И... Это самое. Тогда через... День, сколько там... Пробуем. Тогда... И какой... Уже процесс дрожания, то нужно его убрать и спрятать в бочку. Правильно? Вот такой вот момент. М-м-м-м! У-м-м! М-м-м! М-м, прашка? Я и можно на набояджить... Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. М-м-м! Здесь уже там не края, по полной программе. Вперед! А вот здесь вторая вот емкость. тоже открытым способом делается вино то есть вино виноградное сусло и смолотый виноград закладывается сюда внизу покажение то есть клапан забит вот такой вот штукой то есть когда мы его снимем то снизу будет вытекать просто виноградный сок но все равно вот этот сусло которое остается оно сейчас уже выглядит таким вот образом оно позволяет из него выдавить сок для производителей которые не находятся на территории где вырастает хороший винный виноград обычно вино делают из столового винограда почему он столовый из-за того что он плохо отдает сок выжать из него вот эту выжимку практически невозможно из свежих зерен то есть бесполезно его там пробовать долить на прессе или на чертас ну то есть на прессе он сока не отдает для этого нужно вот открытым способом немножко дать ему процесс вот такого брожения и после этого он прекрасно отдает сок и можно делать вот такое сусло и длину где-то был здесь у вас такой большой алюминиевый а вот быть в Риме и не видеть римского папы невозможно скажем так оценить результат того что мы делаем нужно взять грушля о пикулы ну запах этот виноград который привезен из центральных районов центральных? да или чем ближе к югу чем ближе к югу тем лучше из юга Молдавии да ну начиная с центральных и за Кишинева ну и как на вкус начал бродить но по содержанию сахара это как мед как мед это без сахара тут? нет по содержанию сахар виноград имеет сахаридность да я понял я не говорю что здесь сахар добавлялся по содержанию просто по сладкости это как сироп да да вот это сусло как мед настолько настолько сладкое при таком содержании сахара в самом винограде содержание алкоголя который будет перебраживать здесь оно будет очень вкуснее сахару паузу делай паузу пошло дробилка итальянская для пережима чего винограда и выбирает крючки крючки которые как палочки которые стрючки оно тяжелое давайте вы мне поможете чтобы поставить на столик вы возьмите там за немножко тяжелое механическая итальянская дробинка для изготовления вина технически у нас что получается она не предусматривает здесь мотора цепочка система передатых рук вот здесь есть такие лопатки которые переворачивают ножа он попадает внутрь туда перемалывает и вот таким образом можно переработать в принципе здесь нету большой идеи там проделывать какой-то механический привод то есть таким образом можно переработать там 5 7 или 10 тонн винограда фактически за какое-то рабочее время знаете сверху выглядит таким вот образом то есть сама закладочная емкость куда забрасывает виноград здесь при вращении перемалывается гроздья и сама передаточная система выглядит приблизительно вот так и самое интересное что находится внутри внутри сейчас переворачиваем все значит не надо переворачивать тут достаточно понятно будет достаточно понятно после снятия вот этой штуки стало вообще все непонятно вот такая система значит вот эти лопасти которые находятся внутри когда мы оборачиваем ручку они оборачивают вот виноград который попадает внутрь он естественно после прохождения через вот эти два вала зажимных вал он разламывается естественно на как сказать на варенье или как зажимается да зажимается зерна отделяются зерна отделяются здесь я не продавлюсь здесь между ними приблизительно расстояние в где-то 5 мм 5,7 да то есть когда проходят вот эти зерна они сломываются то есть в любом случае потом они попадают вот эта каша попадает вовнутрь вот эти лопасти внутри когда мы вращаем вот эту ручку они раздвигают вот этот материал который сюда попадает по этой емкости и зерна и все остальное выпадает вовнутрь а вот этот ограничитель который мы сняли после которого стало все непонятно он делает тот момент когда сами ветки стручки ветки ветки да падает сюда они проходят вдоль то есть они не могут попасть попасть вот эти дырки барабана да вот этого фильтра они выходят и вываливаются просто наружу это способ произведения винограда который исключает попадание веток в само сусло ну скажем это так один из способов виноделия который имеет место есть например виноделы например лично я вот я делаю когда я делаю вино то я ветки оставляю в сусле мне немножко нравится вот эта горечка немножко горьковатый вкус горьковатый вкус который дает более такой полноценный армад вина ну это опять же таки скажем я делаю это вино скажем немножко в меньших объемах чем делается в монастыре крючки падает вот здесь да здесь вываливается просто ветки от винограда сюда попадает само зерно где-то диаметром эти отверстия наверное сантиметра 3 2,5-3 сантиметра максимум вот и в дальнейшем после измельчения вот этого сусла оно перемещается вот такую елкость здесь максимум время которое находится это 4 дня через 4 дня оно начинает бродить сейчас видно реальный процент брожения и в дальнейшем применяется все таки поджатие сока из вот этого сусла а какое-то количество сока можно спустить просто из этой емкости выняв чок получив значит полноценный такой длинный материал теперь вопрос гармонизации гальванизации вина вопрос открытый некоторые виноделы которые делают вино скажем так будут будут говорить о том что гальванизация то есть добавление воды в вины сусла или тот виноградный сок который мы отжимаем это вроде как как бы сказать это вроде как бы ну или не честно или там по другому но сам виноград сам по себе который он есть то является имеет высокую кислотность вино сделанное из чисто виноградного сока у многих людей которые имеют чувствительность то есть там скажем по желудочно-кишечному графику может привести к тому что у них будет излишнее жжение внутри из-за того что вино делается просто из чистого сока то в принципе правильно по гальванизации в дальнейшем вот этот сок который изымается из этого винограда процентов 30 или 40 добавляется воды и если виноград имеет очень большое содержание сахара как из восточных районов Молдавии то можно скажем так не добавлять сахара если это виноград который вырос например на территории украины россии то есть в среднем полосе который не имеет такого большого содержания сахара то ту воду которую мы будем добавлять естественно нужно добавить какое-то количество сахара для того чтобы оно имело полноценное содержание алкоголя где-то в природном вине в районе 9-12 лаборатория лаборатория